Элой, у нас возникло одно осложнение, нужно обсудить. Жду тебя в доме Тильды. Он послужил мне хорошим штабом для изучения базы зенитов. Не бойся, я не трогал её бесценной картины. Ладно, прибуду как смогу. Так вот, где Тильда пыталась тебя сманить. Что она предлагала? Что вместе вы с ней спасёте планету? Как того хотела твоя генетическая мать? У предтеч был для такого свой термин, замануха. Завлечь тебя обещаниями дивного нового мира, который Немезида неминуемо расколет, как орех, истребив всё живое. Надеешься, вывести меня из себя не выйдет. И если бы ты верил, что мы обречены, тебя бы здесь не было. Может, я хочу посмотреть, сотворишь ли ты вновь невозможное. Кстати, об этом. Перебирая данные, я столкнулся с новой проблемой. Я прочёсывал базу зенита в поисках полезных сведений. И обнаружил, что на Землю с Одиссеей спустилось 13 наших звёздных друзей. Но мы нашли лишь 12 трупов, включая Вербену в лаборатории. Как быстро ты считаешь в уме. И да, один от нас ускользнул. Его имя Уолтер Лондро. Аэрокосмический магнат 21 века с целой армией поклонников. Думаю, нет нужды объяснять, насколько опасен такой человек на свободе. Ты должна найти его и обезвредить. Говоришь, ты вёл поиски на базе зенитов. Есть у них то, что поможет победить Немезиду? Нам надо изучить как можно больше технологий. И древних, и из арсенала зенитов. Обладая такими знаниями, мы, возможно, сумеем создать оружие, с которым Немезида ещё не сталкивалась. Застать врасплох? Вариант. Рано радуешься. Пока есть пара зацепок и только. Боюсь, поиски будут долгими. Так Лондро разбогател на торговле звездолётами? Не совсем. Он строил корабли и аппараты, которые добывали редкие металлы из пролетающих мимо Земли астероидов. Тут есть от чего встревожиться. Именно. Из-за нас у него больше нет доступа к Одиссеи и базе зенитов. Но он наверняка хорошо осведомлён о технологиях предтеч. Поэтому он для нас не только угроза, но и ресурс. Ты думаешь, он может помочь нам в борьбе с Немезидой? Да, возможно. Ты сказал, что у Лондро была армия поклонников. В смысле? Он разбогател за счёт космоса, но вкладывал большие суммы в развлекательную индустрию. Его жена была знаменитой актрисой. Супруги частенько становились мишенью таблоидов. Таблоидов? Новостных агентств, которые следили за знаменитостями. Искармливали фанатам все подробности их личной жизни. А. Фу. Куда Лондро мог направиться? К побережью на юге. Это край, разрушенный вулканическими процессами. Тенакт, что там бывали, зовут его Пылающие берега. Но тысячу лет назад он назывался Лос-Анджелес. Это был Центр Технологии Развлечений. Космическая компания Лондро и Хевенсент базировалась там. Вероятно, он вернулся на знакомую территорию. Я вышлю координаты. Ты готова отправиться за беглым зенитом? Ладно, я готова выступать. Будь осторожна, Элой. Подозреваю, что Лондро еще коварнее, чем все остальные зениты. О, Сайленс. Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты беспокоишься. Элой? Надеюсь, я не оторваю тебя от битвы с какой-нибудь огромной машиной. Привет, Бета. Я направляюсь к Пылающим берегам. Ну да, Сайленс рассказал нам с Гейей о твоем походе. Осторожней, ладно? Если что, обращайся. Хорошо, спасибо. Это здесь. Штаб-квартира Лондро где-то рядом. Так, это не к добру. О, нет! Быстрей. Ты что, умеешь летать? Да, но посадка не вышла. Еще машины. Жди тут, я разберусь. Постой, я помогу. Ну, тогда вперед. Она знает, что я здесь. Нет снаряда для этой штуки. Последняя! Посмотрим, кто ее уносит. А ты умеешь за себя постоять. Я Сейка. Элой. Я могу тоже сказать про тебя. У тебя есть визор? Значит, ты Квен. Но не такая, как другие искатели. Откуда ты это знаешь? У тебя много вопросов, но сперва... Пока всего один. Я видела, как ты летела верхом на светокрыле. Та башня стала для тебя сюрпризом. Ты здесь впервые. Зачем ты здесь? Я ищу кое-кого. Я направлялась на северо-восток, к зданию на холме. Здание на холме? Ты про подъем звезд. Знаешь его? В курсе, как туда проникнуть? Возможно. Но сначала надо что-то сделать с этой башней. Мы можем помочь друг другу, Элой. Башня недалеко от нашего лагеря. Я покажу дорогу. Постой. Ты сказала помочь друг другу, но... Что именно тебе здесь нужно? Скажем так. Мне эта башня тоже мешает. Пошли. Сюда. Иди за мной. До поселения доберемся на моем ялике. Что тебе вообще здесь понадобилось? У ялика чуть гуляет руль. Я искала детали для ремонта. Да и охотиться иногда лучше в одиночку. Вот он. Надо только прикрепить эту деталь. Подержи. Никогда таких раньше не видела. Я смастерила его вместе с одним нашим механиком. На воде держится. Сойдет. Можно отчаливать. Запрыгивай. О нет. Еще одна. Ого! Я же говорю. Пока там эта башня, на подъем звезд никак не попасть. Ладно. Отчаливаем. Хм. Неплохо придумано. У меня было достаточно времени подумать. Сколько же вы здесь пробыли? Где-то около года. Пересекая Великий Океан, мы угодили в сильную бурю. Потеряли пол флота. Сбились с курса. Чудо, что мы вообще добрались до берега. И с тех пор прозябаем здесь. Вот как. Прискорбно слышать. Сколько же вас осталось? Меньше, чем должно было быть. Нас постигли другие беды, помимо крушения. И от некоторых уцелевших мало пользы. По-моему, ты не рада возвращению. Я приведу чужеземку. Это усложнит мне жизнь. Ну да ладно. Просто не встревай. Я сама им все объясню. Ну, хорошо. Вот он, слева. Конец флота. Веселое название. Мы тогда были не в лучшем настроении. Ладно. Пойдем. Больше я ничего не знаю. Могу я идти? Нет. Будешь ждать изменится вместе с нами. Ты! Началось. Прости. Я вижу, одно предательство ведет к другому. Украла визор искателя. Привела дикарку в наши ряды. Вот это точно к вам. Арестуйте обеих. И конфискуйте у них визор. Арестовать нас может только адмирал. А никак не надзиратель. Разумеется. Это правда. Сейка украла визор. Кто это дикарка? Ей конец. Нам здесь что-то не очень радо. День явно не задался. Адмирал Геррид. Все, как я говорил. Доказательство здесь, перед вами. Солдат посмел надеть визор искателя. Око являющее наследие. Но этого Сейки было мало. Она привела к нам дикарку. Прямо нарушив условия неразглашения 3А. Согласно протоколу, она... Я, возможно, последняя надежда спасти пропавших. Визор Вая явил мне его последние мгновения. Он нашел зацепку. На подъеме звезд, руины. Наши люди были там. Штаб-квартира Лондры. Пробраться туда сами мы не в силах. Ситуация не позволяет. Но она найдет другой путь. Но ведь есть закон. Визор для искателей. Больше ни для кого. Конечно, Сейка поступила скверно. И ей придется за это ответить. Но сперва надо найти наших людей. Если только есть шанс, что она сумеет их вернуть. Наш ответ ясен. Даже бюро с этим согласится. Я даю добро. Сейка и чужеземка вольны отправиться туда. Но, сэр, это... Чужеземка. Давай поговорим. Когда будет время. Что бы их... Что с тобой? Нет, нельзя так говорить. Просто... В числе пропавших моя сестра. Что хуже, она наш последний навигатор. Без нее путь домой закрыт. Я должна ее найти. Даже если придется нарушить запрет. Но Рэнк ведет себя так, будто проблема во мне. Хотя я на самом деле как раз вовсю ищу решение. Сейка, я понимаю. Хорошо понимаю, но... Сейчас нам нужно успокоиться и... Я спокойна! Ты права, конечно. Злость тут ничем не поможет. Итак. Нам нужно попасть на этот подъем звезд. Но башня... Расстреливает все в небе рядом с собой. И в море тоже. Так что на лодке к ней не подойти. Прекрасно. Но... У тебя, как я понимаю, есть план, как с ней сладить? Возможно. Между нами говоря, есть один способ. Драться ты умеешь, спору нет. Но это все, что я о тебе знаю. А что тут знать-то? Во мне нет ничего особенного. Кроме того, что моя сестра очень известна. Ты не выглядишь простушкой. Пока мы не сели на мель, я была старшиной. Но из-за шторма мы потеряли много мичманов и лейтенантов. А теперь пропала еще куча народу. Так что я пытаюсь, как могу, помочь адмиралу. Ты не побоялась надеть на себя визор? Ему бы побольше таких, как ты. Хм. Скажи это Ренгу и его дружкам. Так твоя сестра — навигатор. Самый главный навигатор. Только она умеет идти по звездам без инструментов. Она читает небо, словно скрижаль. Знает положение всех созвездий, как бы они там ни повернулись. Вот почему на нее обратили внимание после первого же экзамена. Один из ценнейших кадров на флоте. И вот ее нет. Она и остальные просто исчезли? После того, как нас выбросило на берег, адмирал разослал разведчиков на всех оставшихся лодках. Никто из них не вернулся. Я не знаю, что с ними стало, но уверена, это как-то связано с той башней. И подъемом звезд. Тут я согласна. Что еще тебе известно про эту башню? Она появилась пару недель назад, после исчезновения разведчиков. И она атакует буквально все подряд. Машины, лодки. Тебя. Не напоминай. Я пыталась подобраться, но она стоит на круче, а вокруг машины. Но, к счастью, она не очень дальнобойная. Я ходила на ялики и ставила предупреждающие буи. То ли умно, то ли безрассудно. Может, и то, и то. Скажу честно, пару раз она чуть не попала. Что именно тебе показал визор искателя? Когда наши разведчики пропали, то адмирал решил отправить нашу последнюю лодку на их поиски. На борту был искатель Вай. Они добрались до подъема звезд. Сошли там, наткнулись на лагерь и снаряжение. Судя по следам, кто-то из наших забрел в руины. Потом они увидели машину, каких мы не встречали. Вся блестящая, двигалась как паук. В страхе они побежали к лодке. Им очень повезло. Знаю, о какой машине речь. Ну, везло им недолго. Когда утром они поплыли назад, появилась башня и разнесла их лодку в щепки. Потом труп Вай прибила к берегу здесь. Его нашла моя подруга. И сказала мне. Та же подруга донесла Ренгу, что я взяла визор. Но что мне оставалось? Я поступила бы так же. Думаешь, можно как-то обезвредить эту башню? Другого пути наверх у нас нет. Я смогла подойти к ней по земле, но недостаточно близко, чтобы что-то сделать. Был бы у меня помощник. Попытка не пытка. Веди. Думаю, сперва тебе надо подготовиться. Сходи за припасами, можешь взять мой ялик. Держись южнее поселения. Туда башня не достает. Я отметила границу Буями. А ты что будешь делать? Приведу мысли в порядок. К руинам, на которых стоит башня, ведет мост. Буду ждать на той стороне. Погоди, у меня еще вопрос. Ваш лагерь, все это... Вы были частью экспедиции, верно? Плыли к Сан-Франциско. Вот откуда ты про нас знаешь. Тебе встретились другие, Квен, да? Они уцелели? Большинство? Да. Я могу передать им весточку, но... Сначала нам надо найти пропавших, так? Они живы. Я очень рада. Но ты права, это подождет. Пока что не будем никому рассказывать. Сейчас нам нужно сосредоточить усилия на поисках. Ну, хорошо. Увидимся на другой стороне моста. Прежде чем идти к Сейке, стоит набрать припасов. Либо разведать окрестности на Ялике. Смело. Ладно, пора встретиться с Сейкой и идти к башне. Элой! Сюда! Привет, я пришла. Так как нам попасть к башне? К ней ведут эти тропы. Выбирай. Ладно. Пошли. Ты много знаешь о моем народе, но я о тебе не знаю почти ничего. Скажем, кого ты ищешь на подъеме звезд? А... Одного... Беглеца. И все? Это твой ответ. Давай сперва доберемся до башни. Какая секретность. Водокрыл. На днях я видела, как башня расстреляла целую стаю. Бедняги упали в море к югу от конца флота. И я таких еще не видела. Башню надо уничтожить. Мы приближаемся к башне. В прошлый раз подобраться к ней я не сумела. Мы найдем путь. Ого! Вот это махина! Чтобы попасть в башню, придется ее убить. Ну раз так, вперед. Давай, покажи класс. Я любую машину одолею! Ты их поджарила! Цепная реакция. Ясно. Отбрыкалась. Ага. Бой, что надо. Пойдем. Вход, который я нашла, там. Надо будет предупредить патрульных. Может, тут есть еще такие машины. Ну и жизнь. Что не день, то новое напасть. Мне это знакомо. Сюда. Ты как, допрыгнешь? Ты как, допрыгнешь? Легко. Дальше я не заходила. Не смогла придумать, как забраться. Погоди, я осмотрюсь. Пойдем. 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 Вот так. Быстро ж ты управилась. Что до беглеца? Я должна знать, с кем мы имеем дело. И он, и мои сородичи на подъеме звезд. Это не случайность. Его имя Уолтер Лондро. Он — Зенит. Ну, вы, Квен, назвали бы его «живой легендой». Живой легендой? Но тогда выходит, что он прожил столетия. Ага. Окати меня, Вауна. Ты не шутишь. Иди первый. Ну, залезай, Сейка. Спасибо. Какой-то кристалл. Ох, резкий запах. Но торговцев, я думаю, это не смутит. Ты сможешь открыть тот лаз? Она летает, она дерется с машинами. А тут еще и такое. Жаль, мы не встретились раньше. Мы бы столько успели вместе. Твое племя тебя, наверное, очень ценит. Вообще-то я с детства изгой. О. Сочувствую. Да мне одной лучше. Может, и тебе пойти своим путем? Я видела, как тебя встречали. Я моряк, верное слово. А не какой-то трус, прячущийся, как только начнется шторм. Ладно. Не бери в голову. Вот это ловко. Я поищу другой путь. А? Последний раз меня так гоняли по руинам на тренировках. Вы тренировались, лазая по руинам? Ну да. И только подумаешь, наконец-то все. Командир говорит, еще этаж! Похоже, башня нашла еще одну мишень. Башня сбила еще одну. Скорее бы ее отключить. Добрались. Да, эта башня смотрится вполне в духе Лондры. О, ничего себе. Ну, что же нам делать? На такую верхотуру не залезешь. Давай осмотримся. Похоже, на какой-то узел доступа. Опускается? Элой! Надеюсь, ты оценила мою башню. Для тебя ведь старался. Прекрасно. Послание от Лондона. Это чтобы ты помнила. В отличие от моих бывших коллег, я всегда на шаг впереди. Сейчас что-то будет. Сейчас будет стрелять в нас. Прячься! И что мы должны с этим делать? Я просканирую. Я буду отвлекать! Эй! Смотри сюда! Ты что? Шуткая, блестящая куча хлама! У него сзади ядро питания. Заберусь и разобью его. Поторопись! Вижу. Мне туда. Элой! Не знаю, куда ты пропала, но... Надеюсь, ты плеса в цели. Тут становится жарковато. Держи. Так. Теперь можно заняться ядром. Саша, ты оно тебя заметила? Прячься! Все, стей! Стреляй в меня! Не тянет! Ага! Да! Вадон спеклой! Давай, действуй! Нужно пить по ядру питания! Без снарядов ничего не выйдет! Не влетела! Теперь что мы, ты на прицеле! Снова в строю! Браню не пробить! Есть! Теперь то, что спереди! Ему хоть бы что! Есть! Готово! Получай, безумная железяка! Ну, вышло не совсем так, как я думала. Да нормально вышло. Теперь твоя машина доставит нас на подъем, да? Да. Я видела, как она улетела. Я верну ее. Мы еще на шаг ближе к сестре. И к легенде, которую ты ищешь. Но сначала мне нужно доложиться адмиралу, сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ладно. Тогда встретимся в поселении. Знаешь, твоя помощь пришлась, кстати. Сейка не похожа на других кван. Это факт. И прежде чем идти к Сейке, можно осмотреться, раз башни больше нет. А заодно набрать припасов. Ну так, что? Мы отправимся на подъем звезд? Да, пора. Ну так что? Залезай. Тебе помочь? Ни к чему. Здесь тесновато. Ничего. Вот же ж! Только не свались. Подъем звезд на том берегу! Посмотрим, причастна ли эта живая легенда к исчезновению наших людей. Внутри могут оказаться данные, с расшифровкой которых не справится твоя модель визора. Высылаю обновление для визора. Оно должно помочь. О, спасибо. Ты легко управляешься с визором. Тебя поэтому изгнали из племени? Нет, не совсем. Я стала изгоем с самого рождения. Все, чего я добилась, в том числе и с визором, было назло сородичем. Звучит знакомо. Со временем привыкаешь. К чему? Болтаться на спине светокрыла? К этому тоже. Ты... Главное, смотри, чтобы он нас не сбросил. Ладно. Ты чего? Могла бы хоть при... Вон там, на пляже. Лодки наших пропавших разведчиков. И, кажется, на склоне холма какая-то постройка. То, что видел искатель Валь. Значит, пойдем по его следу. Сядем здесь. Твои сородичи не просто так сошли здесь на берег. Надо идти по их следам. Кажется, они оставили часть снаряжения. Не хотелось бы угодить под снаряд. Корабельное оружие Квен. Используется при наведении мостов и защите периметра. Баллиста пробила насквозь броню этой машины. И стрелы, я смотрю, крепкие. Им пришлось строить и драться одновременно. Но это их не остановило. Идем дальше по следу. Раскопки тут велись серьезные. Но зачем? Не знаю. Но без Лондры наверняка не обошлось. Похоже, они установили лестницу для подъема к месту раскопок. Но сейчас там не залезть. Придется самим проложить путь. Еще одна баллиста. Можно использовать стрелы, как зацепы. Это мысль. Достаточно! Залезаю и осмотрюсь! Какая прыткая. Надо бы ее догнать. По ту сторону пропасти есть дверь. Давай поищем, как залезть. Сейчас он бесполезен. Сначала надо помочь Сейке. Можно выстрелить из баллисты. Но надо держать кран, иначе он опустится. Дай я подниму. Буду держать, пока ты целишься. Дай я подниму. А он был тяжелее, чем кажется. Продвигаемся. Ага. Примяком в жуткие заброшенные руины. Они приложили очень много сил, чтобы сюда попасть. Как будто что-то искали. Или им нож к горлу приставили. Мы найдем твою сестру. Я уверена. Слушай, тебе незачем меня утешать. Я в порядке. Я хочу помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Зубоскалы. Будь на чеку. Пусть нападают. Я машин не боюсь. Этот знак... Это точно старая штаб-квартира Лондры. Там, внизу. Что это такое? Давай узнаем. Думаю, раскопки не дались легко. Да. Лондра запускал корабли в космос в поисках ресурсов. Но кому они нужны сейчас? Давай пойдем дальше по следу. Ладно. Ух, становится жарковато. Ого. Строение развалено надвое. Но Квен прошли дальше. О, нет. Ее завалило. Видимо, произошел несчастный случай. Это Лина с Камбуза. Мы не то чтобы были подругами, но такого она точно не заслужила. Как он, легенда, мог так поступить с ними? Это же Лондра. Не могу сказать, что я удивлена. Надо подумать, как перебраться. Нужно проложить путь. Еще одна баллиста. Может, выручат нас. Теперь стреляю я. На здоровье. Я сделала тебе зацеп на мосту. Попробуй добраться до той баллиста наверху. Ты сможешь допрыгнуть? Да, конечно. Ой-ой. Я помогу! Сдерживай их, а я выстрелю из полиции! Ладно. Только в меня не попадет. И выиграла ты, да? Что же еще? Все, готово! Сколько тут лавы. Все строение превратилось в вулкан. Так, еще одна баллиста. Пора вернуть должок. Белый путь вот здесь! Не надо кричать. Я подключила тебя к моему визору. Ух ты! Привет! Привет. Ладно. Теперь надо залезть. Есть! Есть! Посмотрим, что дальше. Берегись. Там зубоскалы. Да, вижу. Теперь моя очередь. Беги машины. А! Ты думаешь, справишься лучше меня? Посмотрим. Аж здесь чувствуется. Вроде все. И, по-моему, я поставила новый рекорд. Да-да. В меткости тебе не откажешь. Ну, последний отрезок. Что делать, знаешь. Лёв, вперед! Все готово. Осталось и мне перебраться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Аж на повседневая ряда. Мне-то субтитры, я истинный отрезок. Девушки отдыхают. Всегда хотела иметь подручного. Ах, вот ты как. Ты первая. Без подручного не можешь дверь открыть, а? Зато проявишь себя. Ладно, пойдем дальше по следу сородичей. Все такое старое? Что им могло быть нужно в таком месте? Узнать бы. Скептики говорили, город не продаст свою главную достопримечательность. Цена, правда, оказалась заоблачной. Но обсерватория и я были созданы друг для друга. Это идеальный штаб для того, чей взор устремлен к звездам. Запись с Лондрой. Это еще до исхода с Земли. Обсерватория? А место, куда приходили смотреть на звезды? Пока Лондра его не купила. В этом месяце автоматизированные системы фар... В этом месяце автоматизированные системы фар заказали шесть категорий внеземных минералов. У нас заканчиваются запасы. Что ты задумал, Дед? Амбициозный новый проект или очередной памятник самому себе? Лондра вёл дела с Фаро. Почему я не удивлена? Проклятие. Еще один. Его придавило. Может, во время раскопок. Кажется, его звали Хито. Они даже не смогли его похоронить. Все. Много. Нет. Нет. Продолжение следует... 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 посмотри что в той консоли здесь собраны данные экспедиции к разным астероидам и их можно проигрывать через визор так что я не привязана к консоли так включаю первую запись я загружу ее и в твой визор тоже 2050 триумфальный год та первая миссия заставила скептиков умокнуть когда мы поймали астероид они задержали дыхание когда мы вернулись с богатствами планет они приползли к нам с протянутой рукой тот полет всегда будет дорог мне и истории видишь камни парящие вокруг земли визор различает в них данные это год упомянутый в записи но здесь два числа какое относится к коду он говорил про полет для него это было нечто важное тогда значит номер рейса да может быть это первая цифра кода неплохо скажи когда включать следующую ладно давай следующую сейчас включу я убедил совет там обширные залежи платины риск оправдан потом я сделаю эвелин платиновое кольцо чтобы она могла везде и всюду хвастаться нашим успехом а какой мужчина здесь год не указан только сказано про платину здесь данных нет платина вот видимо та экспедиция но какое число не знаю я включу еще раз я убедил совет там обширные залежи платины риск оправдан потом я сделаю эвелин платиновое кольцо чтобы она могла везде и всюду хвастаться нашим успехом на сей раз нужен не номер рейса до записи упоминали из залежи платины сообразила вроде да скажи когда включить третью готова ладно включаю инцидент спалашил муравьев юристы и пиарщики кинулись спасать имидж компания оплакивая неисчислимые потери но они не видят что каждая смерть это отличный урок побуждающий нас впредь быть старательнее для него работники вообще не люди да мусор идем дальше нет данных здесь есть про шахтеров восемь человек погибло а лондра не придал этому никакого значения думаю сама какое число правильное что уж у нас есть три цифры осталась еще одна но в объем все и там уж видно будет готовься к следующий запускай ага включаю конкуренты развернули против меня кампанье но я добуду этот кобальт сколько бы не пришлось копать сяу лу 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 ла рый солнцес пусть сидят на луне все остальное моя добыча кажется я поняла что надо искать хорошо подожди все я загрузила в твой визор финальный запись спасибо как только я узнаю последнюю цифру поднимусь и ввиду код Здесь ничего нет. В четвёртой записи речь шла про Кобальт и лунную компанию Сяулу. Надо искать, где есть и то, и то. Ага. Здесь данных нет. В четвёртой записи речь шла про Кобальт и лунную компанию Сяулу. Надо искать, где есть и то, и то. Ага. Сяулу и Кобальт. Это оно. Надо же, у тебя получилось. Видимо, здесь Лондро и жил. Можно сказать, жил на работе. Давай тут осмотримся. Та штука. Какое-то древнее оружие. Подарок от так называемого друга. Напоминание о том, что кругом враги. Интересно, о чём это. А это для чего? Какая-то награда, я думаю. Жена Лондро была известной личностью. Но зачем он оставил эту вещь? Как я поняла, под конец они не очень-то ладили. Отпустить любовь не всегда легко. Журнал службы безопасности. С недавней записью. Я теряю терпение, Нова. Почти все данные извлечены. Я активировала северный узел связи. Ты забираешь всё по аэронавтике и спецпроектам, а также файлы по ППБ? Верно. Всё. Готовы к отправке. Но мне жаль, что из всех программ пришлось воскресить именно эту. Нова, Нилочка, перед нами очень трудная задача. Нам нельзя раскисать. У Меньшика на 15% матрицу эмпатии. Сделано. Чудно-ка. А теперь перешли файлы. Я хочу побыстрее отсюда убраться, а то здесь как в склепе. Ты понимаешь, что это значит? Северный узел — это, видимо, передатчик. Если найти его, у нас может получиться выяснить, где затаился Лондра. Допустим. Но зачем он вернулся? Потом объясню. Давай выбираться. Ладно. Только не забудь. Ладно. Что делать? передатчик должен быть где-то рядом может на этой статуе машины у нас на пути надо перебить похоже это часть передатчика где ты прячешься данные ушли куда-то к западу отсюда какие данные о чем шла речь в этой голограмме и для чего конкретно лондра сюда явился и зачем ему нужны наши люди он велел им раскопать это здание искал данные часть из них относится к ему ппб не знаю что это остальное по моему он хочет построить корабль чтобы взять и улететь к звездам как к звездам кому такое придет в голову ты чего-то не договариваешь ты такая же как искатели тоже темнишь да а сама-то я видела как тебя ошарашила та фреска объяснишься ладно значит пока поиграем в молчанку послушай главное мы знаем куда направился лондра туда он забрал ваших людей и твою сестру ты права конечно прежде чем идти дальше надо доложиться адмиралу я вернусь на лодке которую мы видели хорошо и я тебя разыщу ну вот что-то случилось я доложилась адмиралу он сказал кое-кто в команде считает что меня нужно лишить звание изгнать сочувствую сэйка наверное для тебя это удар переживу куда пойдем дальше ну мы знаем куда лондра отправил данные своей компании это к северу от места нашей встречи можем долететь слушай и знаешь что давай лучше возьмем мой ялик не понравилось летать да я моряк вода мне по любому милее небо ладно ялик так ялик ну что в путь да пора пойдем другое дело и даже если смалишься не помрешь я не знаю впереди открытые воды а конец флота исчезает вдали вместе со всеми своими жителями зачем ты это терпишь то есть я понимаю каково это когда все против тебя и я бы давно ушла куда глаза глядят так было не всегда я была хорошим моряком хорошей сестрой я была на своем месте это чувство общности сила она помогает мне удержаться на плаву понимаешь такими вещами не разбрасываются твои сородичи просто не понимают как им с тобой повезло не преувеличивай да 0 ну судя по всему нам нужно двигаться к этому до嗯 у меня от него мурашку ясными ночами его видно из лагеря жуткая громадина Вон! На берегу! Это наши лодки! Мы на верном пути. Пристанем здесь! Так, судя по координатам, наша цель на холме. Иди первой. Мы определённо движемся к Железному Бесу. Зачем он отправил данные сюда? Не знаю. Да и зачем брать сюда Квен, непонятно. Только бы найти их. Да, они точно здесь были. Судя по всему, они направились выше. Координаты ведут в ту сторону. Барьер. Его воздвиг Лондра. По-моему, через него не проскочить. Но на той стороне какое-то устройство. Можно просканировать. Может быть, визор мне подскажет, что это за щит. Ладно. Давай глянем, что тут. Похоже, впереди что-то есть. Какой-то комплекс. Возможно, Лондра там. И пропавшие люди. Но я не вижу, как миновать щит. Вот. Это какой-то силовой генератор. Подключённый к руке Гора. Лондра наладил работу отдельных систем. Железный Бес ведь не может пробудиться, да? Точно не знаю. Но сейчас Лондра так обеспечивает щит энергии. И если мы сумеем отключить эти генераторы, щит исчезнет? Ну, попробовать стоит. Два генератора здесь недалеко. Давай, идём к ним. Генераторы должны быть ниже по склону. Ого! Вон, смотри! Над нами! Лондра немало потрудился, что-то. Чтобы запитать щит. И тут пара наших гадких знакомых. Ох! И опять яйца. Просто делай, как я. Сэйка? Да! Сейчас! Ладно, вернёмся к входу в бункер. Барьеры быть не должны. Легенды. Только бы наши были там. Ты знаешь, в последний раз, когда мы увидели сестру, 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 сестру. Мне хотелось от неё отдохнуть. Понимаю. Мы с сестрой тоже не всегда хорошо ладим. Ты же сказала, что тебя изгнали. Мы только недавно встретились. Долго рассказывать. Ты полна сюрпризов, да? Есть такое. И я хочу сказать, она точно будет рада тебя видеть. Не уверена. Но спасибо на добром слове. Твои сородичи и ещё одна фреска. Ага. Почему они все просто ждут? Давай выясним. Цейка, хочешь примкнуть к нам? Примкнуть? Да. Всё так. А до вас было непросто добраться. Дикарка в числе избранных? Немыслимо. Зэд бы такого не допустил. А как вы вошли без него? Так Зэд нас и прислал. Он же угодил в засаду. И мы его выручили. Да. Мы с ним направлялись сюда, как вдруг напали машины. Мы отбивались как могли, но их было много. И тут нам на помощь пришла Элой. Я как раз была неподалёку, смотрю, идёт бой, ну и я рванула туда. Вы бы её видели. Таких охотников на машины ещё поискать. Она спасла Зэда. Так поступил бы каждый. Потом Зэд сказал, что у него неотложное дело, и нам придётся идти без него. Он объяснил, как отключить щит, и сказал, чтобы мы шли прямо внутрь. Неужто Зэд не мог справиться без помощи Дикарки? Каждому из нас иногда бывает нужна поддержка. Зэд решила не подходят. А я не хочу потом от него схлопотать. Иди скажи остальным, что к нам прибыли новенькие. Ладно, но в зал Вознесения я их не пущу, пока они не докажут свою преданность, как все остальные. И ещё хотелось бы выслушать самого Зэда, как он вернётся. Да, пожалуйста. Не бери в голову. Удачи тебе, Сейка. Да откроетесь вы его свету. Пронесло. Не верится, что они здесь по своей воле. И слушаются Зэда. Наверное, душевный парень. Пойдём в зал Вознесения, пока ты с ним не встретилась. Голограмма Лондры. Здравствуйте, избранники. Вы скитались. Вы страдали. Но всё это позади. Я нашёл вас. И предлагаю... Великий дар. Вознесение. Вздохните свободно. Забудьте то, что знали. И насладитесь моментом. Вас ждёт новый мир. Ясно. Ох, как же его много. Мы должны открыться его свету. Буквально. Нам нужно сойти здесь за своих. Попробую. Знакомьтесь, мои старые друзья. Мы были на отвязной вечеринке. Праздновали победу. Но пока все смотрели на меня, в зал ворвался мой бывший партнёр. Завидовавший нашему успеху, он швырнул в меня коктейль. Но я остался сух. Мой телохранитель Джек повалил его на пол. А ребята, Нолан, Паркер, Райль, вышвырнули его прочь. Но именно моя Эвелин сумела обратить всё просто в шутку. Я их обожал. Их преданность была мне дороже всего. Любой награды. А тот вечер стал самым лучшим в моей жизни. Лондра привык, что люди его боготворят. Мерзость. Делать вид, что я почитаю Лондру, спешащий корабль не съест как вон и мук. Но оно того стоит. Прекрасно. Опять этот тип. Ну же, присаживайся. Я расскажу тебе историю. Когда-то у меня был в этом мире дом с изумительнейшим видом на город. Мы с женой обожали смотреть, как мерцают огни в вечерней дымке. Наш момент безмятежности. Потом настали годы пепла. Небо даровало нам спасение. Но выжил лишь я и познал тайну бессмертия. Левелин. Все, кем я дорожил, сгинули. Я остался один. Вот почему я так рад, что нашел тебя. Нас ждет вечная жизнь в новом мире. и бесчетные закаты. Вечная жизнь с ним. Уж лучше угодить в еще один тайфун. Да, откроемся. А, так это про вас говорил Бренник? Еще две души удостоились чести порвать с прошлым. Да, это мы. Ты Кираль, верно? Ты служила на искре. В прошлой жизни да. Одна из многих в составе безнадежной экспедиции. Вознесение. довольно. Как говорит Уолтер, забудем прошлое. Наши муки привели нас сюда. И нас вот-вот ждет Вознесение. Какое это удивительное место. Правда? Я никогда такого не видела. Да, но это мелочь по сравнению с залом Вознесения. Ты бывала там? Конечно. Я доказала свою преданность не так давно. Теперь я жду, когда меня поведут дальше, на шаг ближе к Вознесению. Ты сказала, что тебя должны повести дальше. Мы еще не все проштудировали, но я думала, наша цель зал Вознесения. Некоторым тяжело понять замысел Уолтера. Я знаю, что в зале я прошла проверку, но это не все, что он нам предлагает. Я уверена. Неспроста же посвященных отводит в другое место. Как только Зет вернется, он возьмет меня туда. Я готова. А ты представляешь себе, где это место? Там, где мы будем ближе к Уолтеру. К его объятиям. Ты побывала в зале Вознесения. Он правда настолько необычный? Мне нельзя говорить. Я хочу, чтобы вы прочувствовали все то же, что и я. Да брось, Кираль, намекни. Мы мечтаем узнать, что там. Я скажу одно. Он бесподобен. Как тот момент, когда Уолтер предстал перед нами. Но лучше. Придет время, увидите. Ну, спасибо за разговор, Кираль. Мы пойдем дальше познавать Уолтера. Да, конечно. Удача в занятиях. Надеюсь, увидимся на Вознесении. Опять вы. А вот ты благодетельница вместе с Дикаркой. Теперь все ясно. Годы пепла. Разливы в Великой Дельте. Мы были заперты в цикле разрушения, но скоро мы обретем новый мир. Сильное обещание. Вы доказали свою преданность, а значит, готовы продолжить путь. Зэд отведет вас, как только вернется. Не спешите. Доброе дело помогло вам добраться сюда, но не рассчитывайте на особое отношение. Честь охранять зал Вознесения на меня возложил сам Уолтер. Пока не пройдете аттестацию и не выучите слова обретения, эта дверь закрыта. Теперь уходите. Ладно, ладно, мы еще вернемся. Значит, мы должны пройти некую проверку на преданность. Но кто знает, сколько у нас времени до возвращения Зэда. должен быть способ побыстрее выучить эти слова обретения. Давай осмотримся. Мне кажется, в голограммах, которые мы видели, слов не было. Зато нам будет проще завязать разговор. Глядишь, убедим кого-нибудь помочь. эй, высшенос, мы должны праздновать. Я принесу выпить. А ты подумай о том, что он сказал о шаге навстречу будущему. Твой друг светится от счастья, чего о тебе не скажешь. Да не с чего мне светиться. Сомнения это нормально. Когда нас впустили в зал, Лан пришел в восторг. Ему не терпится узнать, что дальше. Но по мне все это неправдоподобно хорошо. Может лучше уйти? Не бросать же его. Мы столько пережили вместе походы, тайфун, крушение. А скоро и вознесение, видимо. мне кажется остальные Квен рады следовать за Лондрой, а ты нет. Вначале я хотел верить. Все, что он говорил, словно заполняло пустоту, будто бы я наконец нашел свое место. Но тут я вспомнил, как на родине нас всех учили следовать добродетелям наследия, доброте и честности. А потом арестовали отца за выступление против указа императора. Боюсь, что все повторится. Уолтер живая легенда, но если ему служит такой дуболом, как Зет, его доброта тоже всего лишь условность. Все в вашем поселении думают, что ты бесследно сгинул в глуши. Как ты здесь оказался? Мы с Ланом были в составе отряда разведчиков, но все пошло наперекосяк. Мы заблудились, оголодали, лодка разбилась, а потом нас нашел Уолтер. Живая легенда. Он вышел к нам и сказал, что мы избранные, что мы спасены. Поверить было легко. У всех здесь похожая история. Почему мы об этом ничего не узнали? Желание быть избранным. Уолтер сказал, чтобы вознестись, нужно порвать с прошлой жизнью. Никто не возразил. А стоило бы. Значит, Лану не терпится узнать, что будет дальше. А у тебя есть догадки? Наверное, еще одна проверка, как здесь. Те, кто побывал в Зале Вознесения, уходят куда-то с Зетом. А возвращается только он с подручными. Все о нем упоминают. Я так поняла, добряком его не назвать. Добряк, как огнеклык. И не только Зет. Его солдаты все такие же. Они могут делать, что хотят, ведь теперь не нужно отвечать перед адмиралом или бюро надзора. Твои сомнения обоснованы. Лондра что-то задумал. Нам надо попасть в зал, чтобы выяснить правду. А для этого нам нужны слова обретения. Мне не нужен переполох. Зет сразу поймет, что это я вам рассказал. Слова как-то связаны с голограммами Лондры? Дело важное, Отосу. Наканул много жизней. Речь о том, что Уолтер больше всего ценил в друзьях. Их беззаветную преданность, да? Да, ее. Видишь? Бояться нечего. Не знаю, может, это плохая идея. Слушай, что бы там Лондра не замыслил, добра не подожди. Все здесь, в том числе твой друг, в опасности. Помоги нам его остановить. Хорошо. Скажите Брэннику, лишь через преданность я откроюсь его свету. Лишь с ним я смогу вознестись в новый мир. Спасибо, Отосу. Ты нас выручил. Надеюсь, вы не напортачите. Мы узнали слова обретения. Теперь Брэнник должен нас пропустить. Пойдем отсюда. Я же сказал, я не пропускаю тех, кто не знает слов обретения. Но мы их знаем. Сейка? О, нет. Уступаю эту честь тебе, Элой. Лишь через преданность я откроюсь его свету. Лишь с ним я смогу вознестись в новый мир. Еще никто не проходил аттестацию так быстро. А мы прошли, так что уйди с дороги. Лондра у меня уже в печенках сидит. Давай узнаем, что у него на уме. Все это время они не хотели, чтобы их нашли. Может быть некоторые все же хотели. Ага. Хм. Что ты хочешь сказать? Ничего. Я надеюсь, зал вознесения прояснит ситуацию. Подъемник. Посмотрим, куда он идет. Лондра знает, как подогреть интерес. Нас ждет целое представление. Легенды. Вот как они вознесутся. Лондра хочет построить звездолет. надо взглянуть поближе. Облака ненастоящие. Это все иллюзия. Иллюзия. Мой визор! Что это за звук? Думаю, предупреждение. О радиации. Это такая отрава. Пока вроде бы угрозы нет. Но надо осмотреть корабль. Ладно. Скажи, если что найдешь. Хранилище для его сторонников. Но тут не хватит места для всех. и опять ППБ. Что это такое? Ракета. Источник радиации. Вот для чего ему понадобились данные из того старого прототипа. Так он сумеет оторваться от земли. Лондра запустил принтер гора, чтобы создать корабль. так все осмотрела. Ну и взгляд у тебя. Что узнала? В горе есть особый компонент. Он может создавать почти что угодно. Детали, инструменты, целые машины. Итак, Лондра получил сырье для корабля. Но чтобы корабль взлетел, нужна куча энергии, намного больше, чем Лондра мог обеспечить. И он решил порыться в архивах своей компании? Именно. В тех данных был чертеж своего рода ускорителя, но чрезвычайно токсичного. если корабль взлетит, он распылит отраву по землям всех здешних племен. Все заболеют и умрут? Сейка. Ты все еще что-то скрываешь под угрозой жизни моих соплеменников, моей сестры. Я должна знать. Конечно. Я расскажу тебе. Просто такое наше время вышло. Грязные лкуньи! Видно, это наш друг Зет. разредоточиться, подмога скоро будет. Пора с вами кончать. Я таких пушек никогда не видела. Лондра дал ему новую игрушку. Как нам теперь выбраться? Зет заблокировал все выходы, но может блокировку можно снять? То есть не представлялась пушек не пушек не пушек пушек не надо давайте разойдем от пушек Сейка они не слушают они бьются как взбешенные пушечки на стрелок на стрелок готова сдохну Узел питания надо им заняться надеюсь тебе больно надеюсь тебе больно есть еще два усла надо искать ты ты у меня нап... а 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 не а а а а а а а а а Выходи, Зет. Я раздавлю вас обеих. Рада познакомиться. Вижу цель. Ладно, новый план. Поймал! Попробуй. Я тебя раздавлю. Тебе не спастись. Куда ты отводил других наших? Отвечай на вопрос. Он забирает их. В свой парк. На южном полуострове. Но вам туда не попасть. Там стоит башня, которая охраняет все отступы. Моя сестра там? Она была в последней группе. Больше я никого приводить не должен. Но Уолтер обещал вознесение каждому, кто проявит себя. Я не понимаю. Лондра использовал тебя в своих целях. Будем честны, это не сложно. Гордыня не дает разглядеть правду. Ну, ты перевернула его мир. Просто ответь мне напрямую. Почему Лондра хочет улететь? К земле приближается враг. Он уже уничтожил мир Лондры и хочет тоже сделать с нашим. Уничтожить мир? Кто на такое способен? Немезито. Это что-то вроде машины. Но невообразимо могущественнее всех тех, что мы знаем. Поэтому Лондра строит корабль. Хочет любой ценой сбежать до ее прибытия. И, видимо, часть Квен собирается взять с собой. Я знаю, в голове не укладывается, но надежда есть. Рада слышать. На юго-восточном берегу острова, где была первая башня, есть пляж. Пожалуй, это ближайшая точка к его парку. И еще нужно доложиться адмиралу. Сказать что-нибудь о наших находках. Ладно. Тогда до встречи на пляже. Не хорошо. Как не хорошо вышло. У Сейки был такой потерянный вид. Почему мне тоже паршиво? Как все исправить? Пока что надо взглянуть на это оружие зенита. Я знаю, что из него можно смастерить. Вот так. Надо будет испытать его, как выберусь. Заодно неплохо бы проведать остальных Квен. Сегодня в интонациях новых раскользнуло что-то новое. Легко хуже всех других земель. Он готов пожертвовать тысячу, вместо спасти себя. Но мы с Сейки должны его остановить. Вот только подбодрю ее. Куалтер нас бросил. Брэнник наверняка уже рассказал им все как есть. Что он или на них наплевать. Теперь Куалтеру не попасть. Вид у них угорошенный. Может вернемся к товарищам? Ты хочешь ждать? После всего, через что мы прошли... Сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Я знаю, что должна быть признательна. Но я была готова... Этим людям есть над чем призадуматься. Надеюсь, им хватит ума вернуться в конец флота. Надо встретиться с Сейкой. Поговорить с ней. Подбодрить. Неужто все это может просто сгинуть? Да, прости, что... Огорошила тебя всем этим. Ты хоть была честна. Но вот я вела себя не очень честно. Помнишь картины в старом здании Лондра? Я узнала стиль. Их рисовала сестра. Она... Одна из них. Из его... Поклонников. Я хотела скрыть это от тебя. Или же от себя. Не знаю. Все так. Я потеряла ее. И кажется, племя свое тоже. И тут я узнаю, что грядет конец света. Что мне теперь делать? Сейка... В чем смысл? Сейка, я понимаю, почему ты не хотела мне говорить. Я не в обиде. Но твоя сестра... Но твоя сестра... Твой народ... Они часть тебя. Этого не изменить. Ты должна бороться. Должна спасти их от Лондры, а может быть от самих себя. Ты сможешь. Ты сможешь все, потому что это... Ты... Ты... И ты не одинока в этом деле. Помни. Я тебе помогу. Обещаю. Я тебе помогу. Из-за течения. Да. А если по небу или на ялике, башня нас подстрелит. Знаешь что? Есть одна летучая машина, которая умеет нырять. Водокрыл. Ты же говорила, что башни их сбивают только так. Да. Но если будем управлять... Может, проскочим? Станем уклоняться от выстрелов, ныряя в воду. Твоё копьё укротит его? Нет. Ну, пока нет. А ты не знаешь, здесь остались водокрылые? После того, как мы разбили башню и их вроде видели, спрошу в поселении. Как выйдешь на след, зови. А я поработаю над методом украшения. Честно говоря, на эту поездочку я не тороплюсь. Сэйки явно лучше. Хорошо. И между нами всё хорошо. Вот и славно. Сейчас нельзя отвлекаться. И мне будет нужна поддержка. Эй, Бета! Нужна помощь. Можно изменить блокиратор для светокрыла, чтобы он работал и на водокрылов? У этих машин много общего в коде. Возможно, получится создать на терминале фабрикатора новую прошивку. Но понадобятся данные из дозировщика балласта и неповреждённые мембраны крыла. Займусь. А мы с Геей пока подготовим всё необходимое. Будь осторожна. Сэйка упомянула, что водокрылые водились у конца флота. Башня, которую мы разрушили, их сбивала, так что под водой можно найти детали. Я слишком приблизилась к башне. Лучше свернуть. Подходящее место, чтобы поискать детали. А здесь много щелкозубов. С местом я угадала. Целая мембрана крыла. Водокрыл. Невероятная питательность. Дозировщик балласта. У меня есть всё, что нужно Бетти. Теперь отделаюсь от щелкозубов. Бетта, детали у меня. Отправляю тебе данные. Получила. И... Готово. Высылаю обновлённую прошивку. Установишь её на блокиратор, и он будет действовать на водокрылов тоже. Спасибо, Бетта. Не за что. Желаю удачи. Чтобы сменить прошивку, нужен верстак. Верстак. Надо установить новую прошивку. Всё. Сейка, ты нашла нам водокрыло? Я видела стаю в южной части острова, к югу от конца флота. Направляюсь туда. Если хочешь набрать припасов, самое время. Как вернёшься, сразу выдвигаемся. Ладно. Увидимся там. Повезёт, мы сможем нагнать Лондру. Выясним, что он делает с другими, Квен. И остановим его, пока он не запустил свою ракету. Так, Сейка должна быть где-то неподалёку. Если ты сможешь его укротить, проверим, чего стоит наш план. Что?! 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 Ты думаешь, это сойти? Фактами просто? Похоже. Ну что, полетели на этой штуке в парк Лондры? Да, но сперва мне помогли это смастерить. Поможет не захлебнуться. А как же ты? Ничего, справлюсь. Ладно. Была не была. Ух ты! Я правда могу дышать под водой! Элой! Осторожно! Берегись! Берегись! Ксанами, снаряд! Копал! Еще чуть-чуть! Ну же, ну! Спасибо. На. Пойдем. Ты как? А то у тебя нет маски. И я волновалась за тебя. Спасибо. Я в порядке. Ну, мы на месте. Найдем Лондру и сорвем его план. Там стражи. Ты сегодня видела Уолтера? Нет. Как пришла последняя группа, он не выходил из вулкана. Значит, надо идти к этому фальшивому вулкану. Может, там мы найдем и кину? Нас не заметили. Пронесло. Надеюсь, на этих много времени не уйдет. Я готова к Вознесению. Ага. А то уже надоело ходить в сторожах. Мне не важно, как он у тебя подходит. Этот щит нас не пропустит. Придется искать другой путь. Хоть бы кто заявился. Давно я ни с кем не дрался. Там что-то есть? Ну, можно и так. Я тебя прикрою! Хаски сюда прийти. Нет! Лондра Продакшнс. Еще одно его предприятие. Он, похоже, ко всему здесь приложил руку. Есть охота. Может, хапнуть пару лишних пайков? И не мечтай. Все заперли на замок. А ключи есть только у Федора. Федора я знаю. Он и в прежние-то времена был скотиной. Но его ключ пригодился бы. Федора, смотри. Федора, смотри. Да. Но они и само это место, и споти были в разликательных тех. Как? Видимо, Федор за них был. Все у них было сложно. Как будем действовать? Федора, смотри. Ага. Вместе выполнять. О прошлом, о своих родных. Думай о нём, о важности момента. Давай, я слушаю. Как я могла не вернуться? Когда я с тобой, я... Опять сбилась. Выдохни. Представь, что он здесь. Как тогда, в первый раз, на берегу. Ощути на себе его сияние. Погрузись в него. А потом скажи. Как я могла не вернуться? С тобой я на своём месте. С тобой я дома. О, он выберет тебя, я уверена. Нас всех избрали, Пиро. Тебе уже обеспечено место в новом мире. Пиро, Кино, пора. Федор, скоро начнём эвакуацию. Понял. Второй отряд, сопроводите. Остальные ждут здесь, пока Уолтер не скажет выдвигаться. Кино. Помни, у Федора есть ключ. Может, он отпирает дверь к вулкану. Ну, да, разберёмся с ним. Можно попробовать по-тихому. Эй, видишь там что-нибудь? Не такая уж ты и невидимка, верно? Остановите её! Эти квены меня обослились. Ну, давай, за меня давай стрелять! Дело сделано, теперь найдём ключ. Кажется, тело Федора где-то здесь. Так, теперь надо понять, от чего этот ключ. Я надеюсь, он приведёт нас к сестре. Лондро правда задурил ей голову. Она что, ослепла? Какой-то лабиринт, честное слово. На двери замок. Может, ключ Федора его откроет? Здесь сказано, что ключ Федора отпирает эту дверь. А изнутри откроем проход к вулкану. Повезло нам! Осмотримся? Может, найдём способ открыть проход к вулкану? Надеюсь. Что это? Техника Зенита. Похоже на запоминающее устройство. Но для чего? Надо просканировать визором. Прошу. Какая-то жидкость. О, запах резкий. Я отсюда чувствую. Как спиртное, но ещё забористей. Может, это консервант? В записке сказано, что у Квен брали пряди волос и обрезки ногтей. Фу! Гадость! Пробирки. Для опытов? Или просто для взятия проб? Что ты выяснила? Лондра собирает образцы ДНК Квен и хранит в этом устройстве. ДНК? Это, можно сказать, физическая сущность человека. Я пришлю тебе справку. Ну, хорошо. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Может, если выполнить сброс, у меня получится войти? Ах, сгоревшая. Придётся искать другую. В здании арсенала располагался медпункт, куда приводили потерявшихся детей. Символично, что здесь я и буду работать над собственным выводком. Тыкая в Квен иглами и накачивая их препаратами. Так, вот энергоячейка. Как мне перетащить её куда надо? Как там у тебя успехи? Я вроде придумала, как влезть в системы комплекса. Только вот разберусь с питанием. Ладно. Смотри и не пожарься. Энергоячейка на месте. Надо попробовать ещё раз. Ура! Получилось. Надеюсь, теперь будет доступ. Эй! Тут дверь открылась! Я иду к тебе. Яблоко. Это апельси. Это апельси. Ответь. Что это? Птица. Это рыба. Это рыба. Ответь. Ответь. Треугольник. Это квадрат. Это квадрат. Это квадрат. Ответь. Ответь. Какая-то бессмыслица. Он не хочет, чтобы Квен думали самостоятельно. Мне кажется, это и есть ППБ. Легенды. Он дурит им головы. Ответ. Ответ. Чинили. Чинили. Его нужно остановить. Элой. Та, что устранила остальных членов Дальнего Зенита. Я рада, что ты перезагрузила систему. Правда? Да. Это позволило обойти ряд запретов. Я хочу кое о чем тебя попросить. И взамен окажу тебе помощь. Ты прислуживаешь Лондри. С чего нам тебе верить? Постой. Ладно. Если хочешь помочь, докажи. Объясни мне, что здесь происходит. Лондра строит звездолет. Собирает генетические материалы Квен. Подвергает их ППБ, влезает к ним в голову. А другие, как сестра Сейки, участвуют в каком-то процессе отбора. Что все это значит? Твои наблюдения верны. Уолтер планирует покинуть Землю еще до того, как прибудет Немезида. Он хочет основать новую колонию на далекой планете, создав клонов из ДНК, взятую народа Квен. С собой он намерен взять небольшое число тщательно отобранных индивидуумов. Это будет его свита. Своего рода семья, которая станет править вместе с ним. Как боги? Меткое сравнение, но всемогущим будет только Уолтер. Да, понимаю. Он к каждому из них применит этот ППБ. Верно. И к населению, и к своей свите. Никто не сможет ему перечить. Я хорошо представляю, каково это. Что такое это ППБ? Лондра правда может управлять людьми? Его компания добывала металлы из околоземных объектов. Существовал риск, что не в тех руках эти астероиды могут быть использованы как оружие. Орбитальные бомбы. Протокол подавления бунтов задумывался как защитная мера, чтобы пресечь такие действия среди астронавтов. Однако, программу свернули, поскольку подопытные стали проявлять повышенную агрессию. Когда мы прибыли сюда, Уолтер восстановил протокол, опробовал на Квен и доработал. Видимо, как раз с подопытными мы и сражались. Да. Склонность к агрессии сделала из них очень хороших охранников. Однако потом, для своих приближенных, фаворитов, он доработал процедуру. Они становятся покорными, но не слишком агрессивными. Скиной он это проделал? Нет. Ее еще можно спасти от этой участи. Значит, Лондра сейчас выбирает фаворитов, и они что, помогут ему править колонией? Называет это пробами. Его цель – подобрать себе спутников, похожих на прежних членов его ближнего круга. В то же время он боится повторить свою ошибку. Один из ближайших соратников в прошлом предал его. И, вероятно, именно поэтому он хочет применить ППБ, чтобы контролировать всех вокруг. Ему нужны друзья, но лишь те, что не могут думать своей головой. И кино скоро примкнет к его свете? Верно. В самой главной роли она станет его женой. Он ищет кого-то похожего на покойную супругу, киноактрису. И кандидатки зачитывают фразы из ее известнейшего галофильма. Меня сейчас тошнит. Можешь что-нибудь рассказать о Немезиде? Боюсь, что нет. Эти файлы под защитой. Вероятно, потому что, как и Немезида, я тоже искусственный интеллект. Ну да, а то научишься новым трюкам. Он всегда остерегается предательств в любой форме. Ты была создана, чтобы служить Уолтеру? Да. Но моя личность не вполне его устраивает. Поэтому он беспрестанно корректирует ее на основе матрицы с сотнями изменяемых параметров. К примеру, рейтинг моего материнского инстинкта 52%, а беззаботности 63%. Вчера они составляли 47 и 72%, соответственно. Только за последние семь дней он внес 57 правок. Звучит... ...как пытка. Это очень точное описание. Ты сказала, что поможешь нам, но в обмен на услугу. Какую? Я провела тысячу лет в услужении Уолтеру. И все эти годы он постоянно переделывает мою матрицу личности. Я устала. Пришла пора мне уйти на покой. Я открою вам доступ, если ты сотрешь мой исходный код. То есть убью тебя? Ты уверена? Да. Прошу. Помоги мне. Ладно. Я разблокировала дверь, ведущую к Уолтеру. Он еще не знает, что вы здесь. Кроме того, я отключила ряд оборонительных систем. Если вам нужно будет вернуться. Спасибо. И... Прощай. Лондра губит все, к чему не прикоснется. Пора это пресечь. Пошли. Она сказала, проход открыт. Значит, у Лондри было мало того, что его корабль при взлете облучит тысячи людей. Он хочет править своим новым миром, подобно Богу. Надо его остановить. И вызволить мою сестру, пока не поздно. Элой, я рада, что ты со мной. Не знаю, что бы я без тебя делала. И я рада быть рядом с тобой. Простите, Уолтер, как-то у меня... Получается. Дорогая, твое волнение понятно? Перерыв? Нет, нет, нет. Я смогу. Хорошо. Расслабься. Возьми паузу. А будешь готова? Попробуй снова. Как я могла не вернуться? С тобой я на своем месте. С тобой я дома. Хорошо, спасибо. А теперь послушаем кино. Эээ... Как я могла не вернуться? С тобой я... С тобой я... На своем месте. С тобой я дома. Ух ты. Ты в самом деле нечто. Ты так похожа на ту, что я знал. Когда-то. Но исполнена своей красоты. Честно сказать, я вдохновляюсь тем, что стою перед вами. Нет. Это ты излучаешь вдохновение. Сейка. Ты будешь очень против, если мы... Оу. Сейка? Отойди от нее. Понятно. Рыжая мстительница наконец меня настигла. Нова, как ты пропустила эту шваль? Нова? Новой нет. У нее не было сил тебя терпеть, и я ее понимаю. Другие зениты, конечно, мерзавцы. Но ты их всех заткнул за пояс. О, да. Да. Я не такой, как другие. Да. И, между прочим, я нашел способ прибить тебя как мух. О, очень жаль. Ты могла бы стать звездой. Здесь мне помогло бы оружие зенита. О, очень жаль. Где без меня? О, очень жаль. О, как ты? О, очень жаль. О, очень жаль. Как я беру жреть? Как она? Мы соберём кого сможем и вернёмся в поселение. Ладно. Но потом я буду ждать тебя у бункера Лондры. Он сказал, что сможет раздавить нас как мошек, и по-моему, он имел в виду нетерзача. Речь явно о чём-то большом. Очень большом. Я приду, обещаю. Я тебе стольким обязана. Эй! Мы нашли её вместе. Я рада за Сейку. Ну? Раз Нова отключила систему Зенита, отсюда можно улететь. И на Ялике ходить больше не опасно. Ну что, надо идти искать Лондру. Итак, как придёт Сейка, нам с ней надо будет найти Лондру. И не позволить ему осуществить свой план. Подожду её у костра. Здравствуй. Как твоя сестра уже в поселении? Она сейчас с охраной адмирала выводит оставшихся людей из парка. Нашла себе дело. Отвлечётся от гнетущих мыслей. Хорошо. Не пора ли положить этому конец? Да, пора. Ну, вперёд. Так, Лондра, наверное, у себя в бункере, да? Надо пробраться туда и... Знаешь, не думаю, что в бункере. Тогда в парке он хвалился, что может нас раздавить. Видимо, он говорил об этом. Но у него нет кода реактивации для перезагрузки. Ему нужно прямое подключение. Думаешь, он внутри этой махины? Выбора у него нет. Так что нам надо помешать ей активироваться. Смотри. Гор подключён к какой-то охлаждающей системе. Испортим её, и это должно спровоцировать перегрев. Задачка не из простых. Эти машины тоже воскресли из мёртвых? Не думаю. Лондра сделал их с помощью Гора. Надо спешить. Пошли. Ну, к охлаждающей системе. Я с тобой до конца. Здесь можно спуститься. Захватчик нас не пропустит. Надо с ним разделаться. Ну, вперёд. Здравствуй, Элой. Это ты там бегаешь взад-вперёд? Я очень рад, что ты не пропустишь финал. На нему! Так мы сможем подняться. Да, вот так! Да, ну и где ты спряталась, Элой? Попадемся этой штуке, не доберемся Можно укрыться в тех руинах Ты не сможешь Прятаться вечно Ах, 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 а вот и наши героини У нас пока целы Ты просто ничтожен Я тебя найду Вроде потерял нас из виду Попались! Ой-ой Придется взорвать огнеблеск Где же ты? Что это у нас тут такое? Так Пока можно перевести дух Что будем делать, если проснется вся машина? Гор старый неуклюж Мы малы и быстры У нас есть шанс Сюда Ну и куда ты ползла? Ну вот опять Впереди захватчики Можно проскользнуть по центру Ну правда На что ты надеешься? Надо будет Я все тут разворачу Вернитесь Идем дальше Охлаждающая система выше по склону Идем, надо спешить Придется карабкаться вдоль утеса Если в нем еще что-нибудь проснется Нам не сдобровать Тогда давай быстрее У нас один путь вверх Тут будет трудно избежать внимания Надо его отвлечь Или попробовать пробиться Что это вы там затеяли? Или Вот наш шанс Ты что? Ага! Нашел! Ха-ха! Ах ты проныра Прокладающая система совсем рядом Машина, перехваченная захватчиками Придется их перебить Прямо там не рады! Здорово! Боится электричества! Боится электричества! Ай! Да! Попробуем сделать так что бы гор перегрелся! Попробуем сделать так чтобы гор перегрелся! Надо как-то помешать ему сбросить тепло. Может, Визор что покажет. Вот он. Разрушим, и Гор не сможет остыть. Вот он, теплоотвод. Что ты задумала? Сейка, не хочешь сама? Конечно! Вот так! Я вытащу второй! Тревога! Критический нагрев. Сработало! Экстренное охлаждение включено. Ой-ой-ой. Думали все, дамочки. Подумайте еще раз. Бежим! Берегись! Черт! Он все еще перегрет. Он движется к заливу. Он хочет зайти в море и охладить горы. Свет наследия. Но и как же мы его остановим? Вон! На подбрюшке. Надо бить по теплоотводам. Ты отвлекай Лондру с воздуха! А я атакую снизу. Стой! Я же не умею им управлять! Ты быстро учишься! Ну, не подведи, дружок. Сначала надо догнать горы, потом разбить теплоотвод. Смотри-ка, я наловчилась! Ты молодец! Ты молодец! Нельзя подпустить его к воде! Сейка, тебе надо задержать горы на берегу! Хорошо! Побуду примонтой! Надо подойти ближе! Она подняла шуми. Да так. Кажется, под нами так ползает вредная букашка. Сюрприз! Надо бить по теплоотводу. Ай! Чуть не попал! Я спущу тебя крыжей по кусочкам. Ты справишься, Элой! Ты просто ходячая друда железа! Вот, раздавлю тебя, а потом поведу своих избранников к звездам. Молодец! Все, это бесполезно. Вмиряю! Теперь мой ход! Берегись, Элой! Железный бес сейчас что-то устроит! Элой, беги! Промазал! Какая жалость! Так просто я не сдамся. Тебе-то мне одиноко? Могу с этим помочь? Лондра высылает новых захватчиков! Разберусь! Сейка, отвлекай Лондру, пока я берусь с машинами. Его внимание привлечь нетрудно! Давай, Кусихлама! Поймай меня! Не так быстро! Никак ты не хочешь оставить меня в покое! Урочиваться на нем непросто! Сейчас мы подрежем тебе крылышки! Вот и все. Теперь можно заняться теплоотводами. Промазал! Элой! Я вижу еще теплоотвод сбоку! Но он под каким-то кожухом! Я просканирую! Маши крыльями быстрее! Ты ведешь бессмысленную борьбу! Попробуй! Промазал! Я тебя просканирую теплоотвод! Он защищен кожухом! Может, топье пробьет? Надо туда подняться! Полезу по ноге! Как бездумно ты тратишь свое оставшееся время Издали нас не возьмешь? Несносный комар Это мой шанс Залезть на идущего гора Ну да, легко Зато это не приманка Не можешь меня прикопнуть Летать тебе осталось недолго Давай, дружок, лети прямо Давай, ты уже рядом Сработало! Теплоотвод уязвим! Нагреем его! Это и есть ваш план Смешно Берегись! Погнанный дождь! Чтоб тебя! Это он почувствовал! Ой-ой! Он опять копит заряд! Спасайся! Все мимо! Ну, твое везение долго не продлится Так легко я не уступлю Здоровяк зашевелился! Похоже, Лондра хочет завести его в воду! Наверное, там стало жарко Не знаю, как долго смогу его отвлекать! Сделай, что сможешь Что он делает? Отключился? По-моему, он охлаждается У нас есть шанс Держись пока в воздухе Я на разведку Я вижу теплоотвода в руках! Поняла Он готовится опытовать! Я затру тебя в порошок Теплоотводу из лим! Смешно! Думаешь, вы побеждаете? Еще чего! Элла, снизу! Это твоя последняя сцена! Последний! Берегись! Ты пытаешься сотворить невозможное! Основной теплоотвод на груди Дожмем! Сейка! Побери меня! Сейчас! 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 Лондра смещается на глубину Все равно не уйдет Задай ему! Ах! 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 Этот последний взрыв мог пробить брешь! Проберусь внутрь и найду Лондру Он останавливается! Ты догонишь! Есть повреждения! Лучше попасть внутрь, пока Лондра их не починил! Свет! Может он идёт изнутри? Ах! Ах! Вон там брешь! Пролезть бы через неё! Ну, я внутри. Теперь поищем Лондру. Элой! Лондра поднимает горы на поверхность! Заберусь наверх и найду его. За счет этого он уязвим. Лондра спереди у вычислительной сферы. Вот она, паразитка! Попробуй догони! Как ты там? Потихоньку. А ты? Он пару раз пытался меня сбить, но я увернулась. Продержись еще немного. Так, я пройду в переднюю часть. Эти люки недолго остаются открытыми. Сброшу на землю тебя, потом раздавлю рыжую! Размечтался! Добралась. Давай, соберись. Подключен к вычислительной сфере. Может, если разбить ее гор замрет? Надо попасть туда. Сделаем поправку на пробоину в секторе 5А. Как бы не поджарится! Ну, этот узел надо перенаправить. Корабель лопнул. Трабы выкрутиться. Надо еще раз промыть цилиндры. Второй отсек репликации уничтожен. Элой! Город движется в сторону побережья! Так, готов. Я почти на месте. Будь наготове. Ах, это ты, незваная гостья. Умри! Сферы питают кабели. И щит тоже. Этим меня не возьмешь. У меня есть много чего еще. Подвалил тебе косы. Что ты себе позволяешь? Пора с тобой. Ключать. Должен быть еще коннектор. Да! Ты испытываешь мое терпение! А ну, прекрати сейчас же! Там распределитель. Может, так вырублю энергию? Сдавайся! Подвалил! Этого мало. Надо разбить второй. Прекрати! Прекрати! Еще один! Машина полыхает! Уходи оттуда! Ты дрожь! Еще чуть-чуть. И вот ты бьешься в агонии. Это тебе! Побловил тебя! От тебя останутся одни дыры! Нет! Нет! А теперь я ударю... Безполезно. Пора навсегда покончить с этим чудовищем. Как до такого дошло? Стой! 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 У тебя, правда, талант все портить, Эллой. Сейка, я в голове машины. Вытащи меня скорей! Да, сейчас! Зараза! Хватайся! Держись! Я не знаю, как приземляться! Нужна практика. Нужна практика. Победили. Не представляю, что думают обо всем этом в поселении. У них на глазах восстал железный бес. Вот доложишься адмиралу и узнаешь. Иди, ничего. Я догоню. Ну, сильно не задерживайся. Салин. Салин. Все кончено. Лондро мертв. Прекрасно. Но без боя он не сдался? Можно и так сказать. натравил на меня гора правда такого врага очень непросто одолеть даже тебе мне помогла одна из квен высылаю данные с импланта лондры посмотри что там дневники лондры могут стать кладезем находок я сообщу тебе если что-то узнаю спешить теперь некуда и можно разведать территорию или могу пойти в конец флота и вернуться с эйкой элой когда железный бес поднялся с холмов это было словно возвращение в годы пепла сама мысль что вы вдвоем разгромили его потрясает воображение и это даже не самый главный твой подвиг с моей точки зрения спасибо тебе за спасение наших братьев и сестер что тут еще сказать мы у тебя в долгу я лишь прошу чтобы моей подруги воздали за все ее старания непременно воздадим он не отберет у тебя визор я задаюсь тем же вопросом нет визор тебе нужен вот почему сейка это альва вам нужно скоординироваться чтобы вы соединить экспедицию в этом не рассказала я так рада вас видеть вы бы слышали как радовали жители причала когда узнали что другая половина флота уцелела искатель альва какая честь и для меня но все детали можем обсудить потом а сейчас вы разве не должны праздновать свою победу над зенитом и над гором идите пока пока честно скажу в праздниках я ничего не смыслю даже не знаю с чего начать ну я моряк мы обычно начинаем с выпивки у нас была трюмная бурда это спиртное которое гонит из всего что не успела стукнуть звучит очень заманчиво было не для новичков ты пока не готова ладно но я хотела бы кое-что обсудить с тобой приходи туда где мы впервые встретились ладно ладно приду сейка хочет поговорить со мной это хорошо я знаю мне скоро снова в путь но я еще не готова с ней распрощаться может быть стоит сначала проведать ее сестру в поселении спросить как она себя чувствует похоже часть квана с бункера лондро вернулась хорошо что они пришли в чувства привет кина я элой нас толком друг другу не представили ну да сейка рассказала на что ты пошла чтобы вернуть меня ты думаешь какая дуреха нет я я заново проигрываю все в голове и не понимаю как я могла так заблуждаться когда уолтер предстал перед нами он казался богом ну по части манипуляции у него богатый опыт шлифовал веками он обещал мне новый мир и место рядом с ним какая же гнусная ложь но я поверила слушай ты многое пережила тебе нужно подумать разобраться в себе просто помни что сейка натерпелась не меньше твоего ладно ей грозило изгнание и и могли убить а я ее бросила простит ли она меня когда нибудь простит если ты приложишь чуточку усилий я постараюсь удачи кином сейка ждет меня на месте нашей первой встречи у меня нет причин нервничать ведь так ты наверное рада нашла свою сестру пропавших чем теперь займется героиня это не я ты разворотила железного беса изнутри ты тоже заслуживаешь похвалы самую малость а займусь я адмиралу понадобится помощь чтобы воссоединить наши силы с флотом альвы на севере а после этого я не знаю не уверена что налажу отношения с сестрой и с остальными ты не поплывешь с ними я хочу вернуться домой когда-нибудь но они сейчас квэн не знают что теперь со мной делать а я не знаю где мое место думаю тебе это знакомо раньше меня злило само слово дом это было место где я выросла но не была нужна но за последние несколько месяцев я поняла что дом это не место а скорее те с кем хочешь быть рядом похоже и ну мне все больше кажется что я хочу быть с тобой и я надеялась что это взаимно все что с нами было борьба с машинами борьба с гором борьба с лондрой уже два года только так и живу один враг за другим и сильнейший впереди вставки так высоки и как подумаю об этом дыхание перехватывает тяжкая ножа на больше у меня не хватит сил ну да тебе сейчас нелегко и тебе тоже я ведь понимаю нужно поладить с сородичами с сестрой найти свою стезю но я знаю ты справишься потому что ты сильно и отзывчиво ты пример для всех и для меня я буду скучать спасибо спасибо за все правда береги себя спасибо спасибо ПЕСНЯ ПЕСНЯ concentrating чтобы надеть его за放心 да , Субтитры создавал DimaTorzok